Добрый вечер! Очень приятно здесь быть и волнительно. Я постараюсь очень сделать... Да-да-да? Спасибо. Сделать быстрое интро и перейти к сути. Несмотря на свой юный возраст, я где-то последние 9 лет занимаюсь в той или иной форме предпринимательства в интернете. Из них последние 3,5 лет работаю продакт-менеджером. Это не всегда было крэморли. Это был опыт и в стартапе, и в организации, которая создает много внутри себя относительно мелких и средних продуктов. И это вот с недавнего времени грэморли. Есть ли здесь те, кто не знает, что такое грэморли? Класс. Я расскажу. Спасибо. Грэморли – это компания и, соответственно, продукт, который пытается сделать коммуникацию более эффективной во всех смыслах слова. Сейчас мы сосредоточены на письменной коммуникации на английском языке. Как-то так. Давайте еще небольшой вопросик. Раз, раз. Нет? Меня слышат? Я уже к себе привык. Небольшой вопросик, просто чтобы понять немножечко контекста. Поднимите руку, пожалуйста, те, у кого тайтл официально «продект менеджер». Окей. А, пожалуйста, поднимите руку те, кто читал «Hacking Pro». Вот левую книжку. Классно. А те, кто читал правую книжку «Линстартап». Классно. Небольшое такое вступление, почему сегодня тема именно такая. Когда вы читаете «Линстартап», там очень много про MVP, про то, как запускать стартап, какие методики использовать для того, чтобы ваш стартап стал успешным. В левой же книжке рассказывается про методики, с помощью которых можно доставлять, скажем так, привнести рост в свою компанию на постоянной основе. И я подумал, почему так недостойно получилось, что про продукты – это больше про channel market fit для маркетологов, левая книжка. Почему про продукты говорят всегда в ключе того, что надо делать, а не в ключе того, как надо делать. И вот сегодня мы с вами постараемся поговорить чуть-чуть о том, как в продуктах заниматься процессами. Очень многие думают, что вот так вот выглядит дорога к успеху, что это какая-то запутанная такая дорога, по которой ты постоянно идешь, и ты туда-туда попадаешь, то сюда, темный лес, волки, вот это все. Но это неправда. На самом деле дорога выглядит вот так. Есть постоянные тупики, в которые ты упираешься, потом ты находишь правильный путь, и по нему можешь идти к успеху. То для нашей задачи с вами – это максимально быстро прийти к успеху. Правда же? Да? Нет? Нет. Нет? А вот и нет. А вот и нет. Ну, предположим, что да. И давайте введем какое-то понимание, что мы считаем, что продуктовый менеджмент – это управление итеративными улучшениями. Вы согласны, нет? Да. Спасибо, что сразу, без лишних. Итеративное улучшение означает то, что мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо для нас. Обычно это нам кто-то спускает, говорит, какая у нас визия компании, что мы хотим достичь. И мы итеративно пытаемся туда прийти, потому что мы знаем, что у нас нет одной дорожки. Мы всегда упираемся в какие-то, и нам надо постоянно искать именно ту дорожку. И так получилось, что все итеративные улучшения в мире вообще всегда происходят по одному и тому же принципу. Кто с этим не согласен? Мы не знаем принцип. Пробую ошибку. Спасибо большое. И это самый лучший ответ сегодняшней речи. Если бы не был приз, я бы сразу знал. Абсолютно верно. Это принцип проб и ошибок. Или более научно. Весь этот процесс можно описать как хайги-цикл. Это терминология гроу-хакинга. В линд-стартапе приведена чуть-чуть другая методология. Но в любом случае это не так принципиально. В любом случае мы всегда начинаем с гипотезы. То есть мы считаем, что мы сейчас, если зафигачим такую же фичу, как он, конкурентов, у нас сразу пойдет. Да? Нет? Смеять? Нет. Здесь можно смеяться. Это как раз фраза, на которой надо будет смеяться. Потом мы действительно делаем эту фичу. Потом это как раз вот экшен. Потом нам надо как-то померить, реально мы порвали всех или нет. Надо это как-то померить. И мы померили. Мы не порвали. Как это вообще все выглядит в разработке софта? Да? Нет? Я... ну ладно. Но обычно давайте возьмем аутсорс. Нам так будет интереснее. Есть кто-то, кто говорит, надо копировать конкуренты или что-нибудь другое. В эту всю картину влазит бизнес-аналитик. Говорит, да, сейчас мы поймем, как это сделать, что нам надо, какие кнопочки, что куда, где-то как-то куда-то. Это поступает вот к этому этапу. И здесь кто появляется? Команда разработки. В команде разработки есть, конечно же, инженеринг-менеджер, он же project-менеджер, скрам-мастер, где-как, лидер, чиф, там, вот это все. Есть инженеры, есть QA, есть девопсы. Извините, если я кого-то обидел, назвав QA. Я знаю, что бывает по-разному. После того, как мы что-то напилили, нам надо как-то собрать данные. Обычно это, если это большая компания, есть как-то дейлерки, не всегда она бывает. Иногда маркетологи что-то трекают, иногда это кто-то другой, иногда кто-то вообще левый. Ну, всегда по-разному. Затрекали. Куда мы переходим? Есть. Собрали данные. Вступает дата-аналитик, дата-сайтист, дата-гуру, сайенс, майнс, вот это все. Все, которые с датой, они здесь. Они как-то это все анализируют, визуализируют, делают раскладки, выкладки, то, что мы их просим. И мы переходим в сторону инсайда. Инсайд это что такое? Иззарение. Спасибо большое. Да, мы что-то должны понять из этих данных. Нам как-то их визуализируют, что-то сделали. Да, сделать какой-то из них вывод. И дальше это все переходит обычно в сторону гипотезы. Вот здесь вот везде лежит продуктовый дизайнер. К вопросам, спорам на то, кто такой дизайнер, кто не дизайнер, какой из них продуктовый, какой UX. Здесь, конечно, можно вот здесь поставить UX-ресерчера, вот здесь UX-дизайнера, вот здесь UI-дизайнера. Но мы пока что назовем его все продуктовым дизайнером и остановимся на этом моменте. Вопрос. Где же тут продакт-менеджер? Кто скажет? В центре. В центре? Потому что PM, человек, PM, да, я дальше введу, в году говорить PM, это значит продакт-менеджер, не продакт-менеджер. PM здесь везде, потому что его какая главная задача? Создать синейки, организовать. Мы в начале сказали уже. Какая задача? Порвать. Порвать. Порвать, а, или же итеративно порвать. То есть итеративное улучшение он ведет. Правильно. То есть для него важен весь процесс и как быстро мы его проходим. Конечно же, да, конечно же, у него входят еще несколько моментов. У него есть генерирование гипотез, еще лежит его прямая обязанность. Приоритизация бэклога, списка задач, когда у нас есть несколько вот таких вот вращающихся циклов. И, конечно же, обеспечение скорости х-ди циклов. Почему так? Зачем нам эта скорость проклятая? Тем больше шансов. Да, абсолютно верно. Чем короче у нас будут вот эти штучки по времени, тем быстрее мы прийдем к заветному финишу и рванью. Мне очень приятно, что мы какую-то терминологию вылили. Как ускорять эти циклы? Давайте начнем с самого простого. Как ускорять гипотезы? Во-первых, что такое гипотеза? В гипотезе есть два ключевых параметра. В гипотезе есть часть вот «если» и есть часть «то». Часть «если» — это если мы сделаем такой-то там выпадающий список, то у нас там будет что-что? То результат с цифрой. Да, то результат с цифрой. Абсолютно верно. Что самое важное в гипотезах? В принципе, в гипотезах самое важное, что вы угадываете, что делать. Если вы всегда ваши гипотезы стопроцентно правильные, вы всегда ошибете, вы всегда выкатываете те фичи, которые клиентам нужны, то может дальше еще не служить. Если вы всегда угадываете, это вообще без разницы, плюс-минус, какие скорости и все такое. Вы просто всегда бьете в цель. Но я не знаю тех, кто всегда угадывает. И так получается, что всем приходится как-то вертеться в этом мире. Поэтому важно подумать о том, что максимизировать угадывание очень сложно. Можно минимизировать неугадывание. Казалось бы семантика, но все-таки. Как мы минимизируем неугадывание? Во-первых, это описание задач. Вообще, вот такой вот документ – это кусок просто скрин с документа, который я когда-то делал для внутренних стейкхолдеров, которые влияли на админку. И чтобы они не писали бездумные задачи вот так вот просто пачками, а мне хотелось услышать их фидбэк. Я говорю, а давайте вы будете писать так, как мне удобно и так, как всем хорошо. И что вы здесь видите, что я их просил, что тут писать. Какая у них есть проблема – обязательно. И какой для них желаемый результат в цифрах. И какое решение – решение не обязательно писать. И риски не обязательно, и примечания не обязательно. Вот главное – это проблема и, соответственно, ожидаемый результат. Как вы думаете, почему решение не обязательно? Разными? Разными путями можно это помнить. Наверняка они не знают лучшего решения. В общем, они не могут не понимать вообще специфики. Они просто могут говорить, типа, поверить какую-то метрику, а как решить, а то десятку способов. Ну и для команды важно найти решение. Ребята, я вас люблю. Это классно. Все абсолютно верно. У вас есть дизайнер, который лучше, чем они умеют дизайнить. У вас есть команда разработка, которая лучше их умеет разрабатывать. У вас есть продакт-менеджер обычно, который такой наглый. Который тоже, наверное, что-то может туда вписать. И поэтому, как бы, обычно решение, как бы, то, которое просто предложит «добавьте мне чекбокс» здесь, оно так всяк. Какой следующий у нас может быть момент? Следующий момент – это то, что к самой проблеме тоже можно относиться по-разному. Например, я могу сказать, я хочу увеличить… У нас проблема, что у нас не хватает выручки. Поэтому я хочу увеличить выручку на 10%. Вы решаете сами. То, в принципе, в такой задаче нет никакой ценности. Ну, кроме того, что я знаю, что нам выручка важна. Поэтому, например, недавно, ну, относительно недавно, это сколько-то лет уже назад, появился такой фреймворк, который позволяет работать с проблемами с точки зрения пользователя. «Jobs to be done», я думаю, что многие из вас про него слышали, ничего здесь нового нет. Что он позволяет сделать – это показать ситуацию, в которой находится пользователь, мотивацию и ожидаемый результат. Почему ожидаемый результат – это не тот же самый, это тот, который пользователь ожидает, что произойдет. Это отличается от юзер-стори значительно, потому что это не то, что как юзер я хочу загружать карточку, свою кредитную карточку, чтобы иметь возможность заплатить. Здесь как бы подноготность совсем другая, я думаю, что вы можете почитать. Тут не персонализировано? Нет, здесь скорее просто есть зачем оно ему надо, а не просто я хочу загружать карточку. Ну, тут троллей нет. А зачем? В «Jobs to be done» у меня нет троллей, тут есть просто я. Ну да. Возвращаемся. И третья, наверное, одна из самых таких спорных, особенно для украинского рынка продуктовых компаний, решений – это сделать так, чтобы PM не был начальником разработчиков или дизайнеров и так далее. Как вы думаете, зачем это нужно? Чтобы он не влиял самолично на решение. Не влиял самолично на решение. Еще варианты? Чтобы команда не влиялась и предлагать свои пределы. Абсолютно верно. Если PM, который начальник, спускает задачу, то он ее спускает. Если PM, который не начальник никому, линейный человек, он предлагает. И зачастую больше есть такого, что «что за дурня?» Вот такой он ответ на предложенную задачу. И больше креатива, конечно. Погнали дальше. Действия. Сама разработка. Что мы можем разработки ускорить? Мы можем либо ускорить разработку, чтобы быстрее фичи шли, либо минимизировать продукт. Как мы ускоряем разработку? Есть, конечно, delivery. Ну, как бы я вас delivery учить не буду. Это спорное решение с моей стороны. Есть people management и tech leadership. Я думаю, что абсолютно понятная вещь. Технический leadership состоит для меня лично в основном в том, что это долгосрочная... Человек, у которого есть долгосрочная картина, а не тот, который шипит просто, чтобы шипить. Как мы можем минимизировать гипотезы? Как ее реализовывать? Мы можем сверху самые дорогие и самые точные методы, с помощью которых мы можем проверить, наши гипотезы правильные или неправильные. Можно просто построить продукт и проверить. Нормальный, хороший, правильный, дедовский способ и самый точный. Чуть менее точно это построить MVP. То есть мы не уверены, что MVP на самом деле MVP, но его строить меньше. Еще дешевле сделать прототип. Но мы, опять же, еще менее уверены в том, что оно соответствует реальному продукту. И еще дешевле построить minimum viable прототип, но это уже такая мечта, скажем так, не так мечта, но это уже искусство, как перейти от прототипа к minimum viable прототипу. Просто этот пункт здесь, потому что некоторые прототипы фигачат в месяц или два. Важно помнить, что прототипы бывают тоже легковесные. Очень хотелось бы, опять же, я думаю, что про MVP вы все знаете, но очень важно заметить, что часто MVP это не продукт. Это может быть лендоз, на котором есть описание продукта. Это может быть, например, как вот здесь на слайдах показано, waitlist. Если вы знаете, это сейчас, наверное, одна из самых стандартных методик проверки гипотез новых продуктов. Это когда ты создаешь waiting list, выходишь на какой-то product hunt или еще что, маркетишь его. И люди становятся в очередь на твой продукт, когда он выйдет. Это как один из вариантов. А вот реальная запись нашего коридорного тестирования. Это коридорное тестирование нашего, в плане это видео, которое мне когда-то позволил Genesis шерить, поэтому оно не соответствует сейчас с граммарами, но все-таки. Это коридорный тест. Вы видите, насколько он топорный. Но этот коридорный тест позволил нам где-то, я думаю, сэкономить где-то от 4 до 6 месяцев разработки 100%. Тест очень топорный, но да, цифры говорят о себе. Давайте перейдем к данным. Да, данные бывают качественные и количественные. Мы поговорим про обе, про оба, оба вида. Начнем с качественных данных. В качественных данных сама скорость это, в принципе, тот процесс или его настроенность, с помощью которой вы это измеряете, умноженное на количество точек контакта. Давайте поговорим про процесс. Представьте себе, что вы в какой-то момент решили, что вы упускаете фичу, которая прям очень рисковая. И ее нельзя так выпускать. А до того вы никогда не общались с пользователями. И вот вам надо вдруг создать, кому-то, наверное, написать на имейлы, просить людей поучаствовать. Потом кто-то из них согласится, и надо как-то им снова написать, что давайте созвонимся. И они как-то с ними созваниваетесь. И это надо куда-то записать. Надо придумать форму, как записывать. А потом это как-то проанализировать. И так, чтобы все согласились с тем, чтобы то, что вы провели это исследование на этих восьми людях бедных, что это как-то соответствует правде. И потом донести, что эту фичу, например, не надо делать или надо делать. Процесс говорит о том, что если у вас есть конвейер по работе с качественными данными, то вы сможете его, то для вас стоимость теста качественного, она значительно уменьшается. Ее можно очень сильно уменьшить. Если же вы это делаете стихийно, то для вас стоимость такого теста, она просто огромная в человеко-часах. И количество контактов, это значит, что у вас, например, классическая точка контакта, это, например, ступпорт. И вот с ступпортом несутся дикеты какие-то. И это однотипные, и это одна точка контакта, там однотипный, скажем, однотипный тип пользователей или тип коммуникации однотипный. Поэтому если у вас есть какие-то другие точки контакта, то там, опять же, нужно выстраивать свою механику. И чем больше точек контакта с разными типовыми пользователями, тем, конечно же, выше качество. Но и чем больше у вас изначально точек контакта, тем быстрее вы можете провести качественное исследование. Вот это пример, как, например, Setup, украинский стартапчик, повышает количество точек касания. Они просто взяли, создали себе Facebook-группу активных пользователей и с ними там общаются постоянно. Это не должно не обязательно дорого как-то или долго, просто вы берете и подумаете, а где вы еще могли бы с ними пообщаться так, чтобы это было как-то не односторонним. Количественных данных, к сожалению, скорость, это равно качество, потому что вы не можете ускорять фоновый процесс. Вам данные как-то капают, но их быстрее, чем они накапают, вы их как бы не накапаете. Это, как бы, такая очень спорная инициатива. Ой, какой-то странный смайлик. Да. Но он там грустный, если что. Если далека не видно, это грустный смайлик. Не, ну он не мертвый, просто грустный. И если мы не можем говорить про скорость, нам надо поговорить про качество. Качество это, соответственно, репрезентативность. То есть все ли мы понимаем, что у нас там идет какой-то фидбэк, какой-то ивент у нас стреляли, да, и мы понимаем, что он значит. Что это точно открытие какой-то страницы, или это точно что-то, или мы замеряем какое-то время, мы знаем, как его замеряем. Есть целостность, это скорее техническая задача, все ли данные доходят. И покрытие, все ли данные нам нужны, которые есть для принятия решений. Последнее, это самое такое спорное, потому что, когда вы двигаетесь очень быстро, или у вас низкие риски, вы, скорее всего, принимаете решения с меньшим количеством данных. Когда у вас большой продукт, и для вас каждый микро процент это, может быть, десятки или сотни тысяч долларов убытков, то вы, скорее всего, движетесь более внимательно, скажем так. И поэтому для вас покрытие более становится важным. Сейчас про репрезентативность, просто чтобы мы все поняли. Найдите, пожалуйста, глазами кого-нибудь в зале, просто любого человека. Просто вот как-то сфокусируйтесь, кому-то кроме меня, пожалуйста. Да? Есть? Спасибо. Это гугл аналитика. Кто из вас видел гугл аналитику? Прям на рабочем проекте? Оу, класс! Я могу сказать, где-то с процентов 95 уверенностью, после моих общений с разного рода людьми, что тот человек, на который вы посмотрели, по-другому поднимает метрику средняя длительность сессии и bounce rate. Это просто гарантированно вообще что-то. Это вопрос о репрезентативности, что все должны очень четко понимать, как оно измеряется и зачем оно измеряется. Вы потом после можете поговорить. Действительно, я его правда говорю. Целостность решается обычно тем, что вы вводите несколько систем аналитики. То есть проверяете, все ли доходит, не все ли доходит. Смотрите в одну систему аналитики, там одна цифра, в другую, другая. Скорее всего, у вас что-то не так. Google Analytics, Amplitude — это две event-based аналитики. Elastic — это просто решение для разборки логов, для того, чтобы посмотреть на внутренние логи. И покрытие. Покрытие обычно решается тем, что вы заранее знаете, какие вам ивенты могут понадобиться для ваших будущих фич, и вы сразу начинаете что-то трекать впрок. Или второй момент — это решается скоростью с того, как вы можете начать трекинг. Мой друг Google Tag Manager, если вы когда-нибудь не знаете, что это за такое, и вы работаете с вебом, то, скорее всего, вам лучше узнать, что это такое. Пойдем дальше. Инсайды. Инсайды — это когда вы что-то узнали про пользователей. Это очень важно. Важно, почему именно вы узнали какую-то пользовательскую характеристику, а не абстрактное поведение. Потому что вы всегда изучаете пользователей в этом цикле. Бывают два типа инсайдов. Бывает введенный мной термин «инсайд» и «полный инсайд». Код здесь для того, чтобы показать, что «полный инсайд» — это полная магия. Соответственно, «инсайд», он же локальный инсайд. Что это такое? Представьте себе, что вы работаете в InVision. В какой-то момент вы думаете, блин, все внизу первого экрана вставляют логотипы компаний своих клиентов. Давайте и мы зафигачим. Мы фигачим, смотрим, конверсия в регистрацию по высоснике. Классно. Давайте тогда... Что еще? Где мы еще можем логотипы зафигачить наших клиентов? Давайте еще видос запилим на первый экран. Запилили — еще поднялось. Классно. Цитаты к ним. Ну да. Спасибо. Вот это был показатель обычного локального инсайда. Мы увидели, что что-то работает, какой-то элемент, и решили его как бы клонировать. А вот что такое «полный инсайд», он же глубокий инсайд. Это мы посмотрели, у нас такая же ситуация. Мы запилили на главный экран логотипы. Потом мы уже и видео зафигачили. Смотрим — все работает. Потом мы решили подумать, а о чем это нам говорит? И так начали думать, вспомнили, что гипотеза — это про пользователей, про поведение. Вы думали, наверное, давайте предположим, наверное, наши пользователи просто не до конца понимают нашу ценность. Потом такие, нет, ценность, а как она относится к логотипу? Нет, это точно не то. Наверное, наши клиенты, у них мало доверия нашему бренду, что они не думают, что это что-то такое, чем пользуются серьезные ребята. Какая-то мультяшная вообще программка. А где мы еще, где еще пользователь боится? Где еще пользователю недостаточно коммитмента? Такие посмотрели на уронку? Так, ё, ушкинку отжежь. У нас же есть еще страница регистрации. Давайте еще и там запилим логотипы и с людскими обличиями. Запилили, и, соответственно, повысилась конверсия. О чем это нам говорит? Что от инсайда к полному инсайду надо все-таки двигаться. Мы что-то увидели, оно что-то сработало. Если мы хотим это как-то скейлить, как-то на весь продукт разнести, то нам надо совершить вот этот переход. Первое – это научиться интерпретировать данные. Но это совсем такая абстрактно непонятная штука. Информированная интуиция и так дальше. Вот про вот эти гипотезы. Второй момент – это можно начать делиться информацией, слушать чужие интерпретации. То есть мы еще что-то можем узнать такое из маркетинга. Они там тоже тестировали баннера. И там в баннерах тоже что-то зашло. И что-то тут вдруг кликнуло из этих двух источников. Мы решили сделать такой вывод. И третий момент – это создавать базу знаний. Потому что вы что-то год назад там тестировали. Тоже что-то зашло или не зашло. Но вы уже не помните совсем что. И вроде мы с главной уже игрались. И с этой страницы игрались. Но что-то там непонятное было. Особенно если это несколько человек делает, то совсем. Вот пример базы знаний. Свою я не смог вам показать. Но это было любезно предоставлено компанией Petermi. Самый простой пример. Апка, платформа, версия, ожидаемый результат. Все расписано, все по категориям, статус. Что это позволяет делать? Мы уже обсудили. Я же ему говорю, что если у вас несколько человек работает над продуктом, то без вот такой штуки вы просто не обойдетесь. Давайте теперь как-то подсуммируем вот это все. Я думаю, что я закончил быстрее, значительнее время. У нас больше будет времени на вопросы. Когда вы хотите... Если вы вдруг собрались все-таки уже работать с циклом. Вы знаете, как он работает. И вы все-таки хотите его внедрять. Чтобы внедрять работу над циклом, вообще надо думать, непонятно откуда браться. Начнете там фигачить что-то в данных. А кому эти данные нужны? Зачем? Начнем быстрее делать фичи, но вроде как легче не стало. И так дальше. Я предлагаю браться таким образом. Идти всегда сверху, как и в предыдущей модели, но идти в обратную сторону. Вы хотите улучшить качество гипотез. Вы уперлись в какую-то стенку, потому что вам не хватает каких-то знаний. Вы возвращаетесь к инсайту. Каких знаний пользователей вам не хватает? Поняли, что вам не хватает понимания того, например, чего они вообще вас покупают? Какая у них проблема? Вы пошли туда. А какие данные вообще репрезентуют вот эти знания? Как мы это данными можем проверить? Пошли в сторону данных, а потом думаем, какой же нам эксперимент сделать, чтобы эти данные получить? И пошли в сторону эксперимента. Все это создали, всю эту модель. И потом снова пошли в гипотезу, потому что вам всегда будет не хватать, если хотите расширять свои рамки. и всегда двигаться где-то вот по такому принципу. Так. Ну у меня все. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас время вопросов. Прошу вас, если у кого-то есть, буду рад. Неужели так? Да, прошу. Сколько вы гипотез тестируете? Я не знаю, какая у вас была с какой-то гипотезом? Тридцать в месяц? В продукте, в маркетинге, в growth? Вообще в целом, в компании? Ну, это был мой следующий вопрос. Какие типы гипотез вы тестируете? То есть вы UX отдельно, то есть продуктовая отдельно, growth, маркетинг? То есть как у вас это расположено? Я, честно говоря, вот прям так цифрами не могу, наверное, сказать, сколько у нас суммарно. Но в целом мы тестируем, ну не знаю, на глазок с точки зрения продукта, исходя из того, что у нас достаточно сложные в принципе гипотезы сейчас на текущем. Но я думаю, что минимум, ну в месяц я думаю, что 20-30 точно есть. Ну, это минимум, который есть в продукте. То, что у нас рост или маркетинг, там я думаю, что значительно больше. Ну, спринт двухнедельный у нас, да? У нас очень все зависит от команды. У нас разные команды работают по-разному, в общем. Там просто, ну, из того, что ты описывал, там слишком большая толпа на тестирование гипотезы, и дата-сайенсы и так далее. То есть, ну, для, наверное, увеличения скорости цикла должна быть какая-то cross-functional team, да? То есть для того, чтобы там, где не куча инженеров, а там два full-stack девелопера, например, да? И если мы говорим о дизайнере каком-то, да, то есть это, ну, у него, он, естественно, частично там, там, там участвует. Ну, со скейлингом, ну, вообще, в принципе, что увеличение количества людей в команде плохо влияет на коммуникацию, это правда. Разные компании борются с этим по-разному. Кто-то создает микрокоманды, например, на фичу, кто-то создает микрокоманды на какое-то направление. У нас приблизительно такой же подход. Команды достаточно автоматные, связанные с конкретным продуктом, потому что у нас несколько продуктов. Но у нас просто все достаточно, если знаком с термином T-shape, то есть, на самом деле, мне не нужен дата-аналитик, чтобы понять, все хорошо или плохо. Я просто захожу сам и смотрю. Да, поэтому и, в принципе, и инженеры у нас такие, что могут и сами посмотреть, и дизайнер такой, что сам может посмотреть. Поэтому, как бы, толпа не нужна в нашем конкретном случае. Но, да, разные компании вообще, в принципе, с ростом объемов, конечно, скорость замедляется, поэтому у стартапов есть шанс побеждать большие компании. Но у вас отдельно работают команды, которые работают с гипотезами, которые скейнят потом это, ну, не временем, да? Нет, нет. Одни и те же. Одни и те же, потому что зачем нам вот это туда-сюда знание гонять? Ну, просто для масштабирования это одна команда. Нет, нет, нет. Гроуз, команда у нас отдельная, да. Давайте попробуем еще, прошу. А есть процесс такой тестирования этих гипотез? Или это процесс непрерывный, он постоянно идет в течение релиза? Или от релиза к релизу? Очень хороший вопрос. Вся суть, как бы, того, о чем я говорил, в том, чтобы мы минимизировали количество разработки как таковой. Поэтому в нашем конкретном случае мы хотим не выпустить фичу, мы хотим проверить, что такая проблема есть. Поэтому для нас, как бы, нет стандартных, ну, есть стандартная штука, когда мы, ну, условно говоря, есть фичи, которые у нас проходят просто как бы как стандартные, да? Но если это что-то, в чем у нас есть какая-то неуверенность, то, конечно, мы привлекаем к качественным, количественным экспериментам. И поэтому для нас мы не можем говорить про стандартный процесс. Стандартным является процесс мышления, как ты что, ты не хочешь разрабатывать, пока ты не проверил данные. Ты не хочешь разрабатывать, пока ты не поговорил с пользователем. Ты не хочешь разговаривать, пока ты не сделал сам прототип внутри, не поплацал его, не понял, что это нормально. То есть задача, наоборот, не сделать что-то, а не сделать. Спасибо. Да, прошу. Предположим, 10 гипотез внутри команды. Сколько из них подтверждается, а сколько нет? Ну, скажем, в разных командах по-разному. Ваши, ну, то есть в ваших. Гипотез, я бы сказал, что у нас не совсем так. У нас достаточно высокий процент гипотез, которые подтверждаются. Просто не... Имплементация не подтверждается. То есть мы что-то видим, что оно должно... Ну, что проблема такая есть. У нас достаточно, как бы, то, в чем мы очень хороши, это то в сборе фидбэка. И поэтому на текущем состоянии продукта нашего, то мы с высокой долей вероятностью знаем проблему. Но конкретная ее имплементация у нас может занимать какое-то количество итераций внутри и снаружи. Но дойдя, вот, собственно, имплементировав, какое количество гипотез подтверждается? То есть там 8 из 10 или меньше? Ну, где-то так. Больше... Ну, у нас я бы сказал, что... Я не могу сказать какую-то цифру, но она очень большая. Наверное, близко к 8 или 9 из 10. Но это не... Ну, как бы, это не стандартная штука по рынку, скажем так. Это совсем не стандартная вещь. А почему у вас так высоко? У нас так высоко просто потому, что у нас текущий момент, скажем так... Ну, мы очень хорошо понимаем, какие у нас болевые точки. И наша разработка дальше идет, чем наши знания пользователя. То есть у нас в компании нет, ну, как бы... Другая проблема, да? То, что мы не успеваем разработкой, а не знанием пользователя. Прошу. Игорь, скажи, пожалуйста. Когда ты делал этот доклад, ты проходил этот цикл? В плане гипотез, какая у тебя будет логика, чего не ожидали? Ну, можно так сказать, конечно. Ну, конечно, переделал презентацию раз 6. Ну, да, можно так сказать. Можно ли? Ну, почему ты не до сюда пришел? Почему можно? Потому что я использовал как фидбэк... Ну, наверное, можно так сказать. Потому что я просил ребят посмотреть еще мою презентацию. Но имеется в виду, что у меня был внешний input. Но вот когда я вспомнил, что они смотрели и дали мне input, то да, можно сказать, что прошел цикл полностью. Спасибо. Да, прошел. Вопрос. А вот после гипотезы. Вы проводите, допустим, какое-то исследование рынка по конкурентам? Такая-то, допустим, логотипчики снизу, вот какого-то количества есть, вот какого-то нет. Появились еще... То есть, проводится ли такое исследование, как этапы анализа передачего завода? Вообще, да. Но для конкретно Grammarly это не большая проблема. Нет, конкретно, да. Вы же в этом там, где-то самочные выпечи, знаете, что будет? Ну, не совсем так, просто у нас рынок не... Зрелый, незрелый, я не знаю, как сказать, но... Короче, для Grammarly это не проблема. В целом, в других компаниях я и, в частности, это то, что нужно делать, да, конечно. Я в том, что я делал. Прошу. Игорь, спасибо за доклад. Всего? Ты как кодакт, и есть бизнес, у которого есть доступ непосредственно к клиентам. В бизнес тебе приходит и говорит, мы варидировали гипотезы, делаем. Будешь ли ты делать дабл-чек, как и стоишь, где ты делаешь? А это аутсорс? Пусть будет продакт или инвентарь. Ну, имеется в виду, я отвечаю за финансовые результаты или нет? Если нет, так не вообще по барабану. Как бы, пускай делаем, что просят. Я, может, подскажу, но так какая разница. Если я отвечаю за финансовые результаты, то, конечно, я сам проверю. Ну, просто продакт-менеджер же отвечает за то, что он делает. Поэтому для меня есть смысл все самому проверить. Если я не отвечаю за результат, ну, просто систему построил и построил. То есть ты будешь менять процесс, правильно? Ну, наверное, можно так сказать. Просто вопрос в том, кто принимает решение. Это же, как бы, какая модель принятия решения. Если мне спускают, что мне делать? И моя задача в том, что, ну, как бы, это было просто сделано. И я должен сказать, в какой срок, то какая мне разница вообще? Я сконцентрируюсь на том, чтобы сделать этот срок или максимально быстро. А если моя задача, чтобы бизнесу было хорошо, то, конечно, я перепроверю. Возможно, там какой-то input. Поговорю с разработчиками, сделаю еще пару циклов. Возможно, это можно сделать совсем по-другому. То есть я применю вот такой цикл скорее. То есть просто поменяю модель скорее, если я отвечаю уже с результатом. Я лучше этой модели, никакой другой не знаю. То есть ты готов стать project-менеджером, если к тебе будут прилетать input и от бизнеса? Ну, я лично нет. Но это же, как бы, такой разговор. Мне просто такая работа не нравится. Извините. Давайте продолжим. Вообще, мне очень нравится. Да. Прошу. Как приэктивируешь гипотики? Это очень хороший вопрос. Стандартная, как бы, опять же, у Grammarly нет стандартной методики. И то, что, мне кажется, работает в нашем конкретном случае, в моем конкретном случае лучше всего, это есть такой фреймворк W, короче, Weighted Shortest Job First. Это ты считаешь, короче говоря, не прирост, который получишь от задачи, а ты считаешь возможные потери, если ты ее не сделаешь. Потому что ты ее делаешь в какой-то промежуток времени, и оно просто лучше учитывает условия рынка и условия того, что ты этот баг, например, пофиксишь, да? Он тебе денег, скорее всего, не принесет. Но зато ты знаешь точно, сколько ты не потеряешь. Ну, условно знаешь точно, конечно же. Но так проще тебе просто понимать, что можно отложить на месяц, но мы в это время что-то теряем. Поэтому просто пытаюсь вставить в какую-то свою умозрительную модель еще и временной параметр. Будем дураками, если этого не сделаем. Ну, где-то так. Но это так же. Можно еще об углу, кольца, цикла? Да. Как относится обсуждение в команде? То есть у вас, как я понимаю, есть Project Manager? Нет, Project Manager. Нет, Project Manager. Product Manager есть. Да, Project Manager. Также есть дизайнер. Есть. Инженер. Есть. И кто-то еще? Или три человека в команде ведет? В какой команде? В команде ведет кто-то кейс. То есть, допустим, это мобильное приложение. И вам нужно, там, взять что-то обновление. Какое-то. Дается проблема. Над этим работает три человека в команде как-то? Закрыто или сколько? Спасибо большое за вопрос. Повторю. Кто работает вообще над циклом, над вот этой вот приоритизацией? На самом деле у нас такая история, что у нас кто угодно может придумывать гипотезы. Инженер любой, кто угодно из команды, из компании может нам прилететь какая-то идея от ребят, которые работают над совсем другим продуктом. Может идея прилететь, ну, откуда угодно. Приоритизируем мы над какими идеями работает, продакт менеджер приоритизирует. И дальше в рамках какой идеи запускается уже цикл. Включается дизайнер, который работает с job to be done, то есть с проблемой. И придумывает ее решение какое-то интерфейсное. Но это у меня просто client-facing как бы продукт. Поэтому у меня дизайнер входит на раннем этапе сразу. После того, как что-то сделать дизайнер, это валидирует разработчики. Скорее всего валидирует продакт менеджер. Зачастую есть review у нас еще, но это долгая такая история. Есть инструменты для того, чтобы понять, что дизайн соответствует проблеме. Скажем так. То есть это есть итерации дизайна. И потом мы дальше уходим в цикл. Возможно мы делаем прототип. Зачастую мы делаем какой-то прототип. Потом мы строим, в нашем конкретном случае, строим кликабельный прототип, прям такой сырой. И так дальше. Ну и идем. Дальше смотрим. Очень интересно, как вы делаете для себя. Как вы понимаете, делаете для себя продукт. То есть когда вы сделали прототип. А этот прототип кто смотрит? То есть вы сами смотрите свою работу? Первый прототип, первый этап в нашем конкретном случае. Первый раз смотрит продакт менеджер с дизайнером, общается, если все бог. У нас есть такое понятие как внутренний дизайн review. Это смотрят все продакт менеджеры. Работы всех дизайнеров. Если мы окей там, то дальше мы двигаемся уже в сторону более детализированного прототипа. И соответственно как-то так. Ну и дальше процесс пошел. Пора? Да, я думаю, что пора заканчивать. У нас еще будет очень много времени, чтобы пообщаться с Игорем. И я предлагаю аплодировать Игорь. Аплодисменты. Да, друзья, я просто небольшой бонус в конце. Можно книжки, которые просто приятные бонусы. Там ссылочка на мой Facebook. Можно мне просто написать, задать вопросы. Если что-то было неясно, то дальше. Слева и справа те, про которые мы говорили в начале. Если вдруг кто-то их не узнал. Спасибо большое. Я так понимаю, что... Еще раз вам всем большое спасибо, что слушали. Там пицца, напитки. Спасибо большое. Тогда, собственно, ротируем. Давайте еще раз поаплодируем Игорь. А еще там есть наклеечки. Грэморли. Приходит. Вот там, в конце. Спасибо. Вот, конечно, Игорь принес бесплатный аккаунт. Грэморли. Есть, есть. А он соблатный? Конечно. Нет, я просто бесплатно пользовался. У меня есть бесплатная. Бывает классный. Зря.